Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, я благодарю Бога за то, что смогла своими ногами прийти в Дом Божий. За то, что Бог чудный, великий, всемогущий. Он отвечает нам на наши молитвы. Слава Богу за то, что я имею церковь, за то, что я имею вас. Я хочу поблагодарить вас за ваши молитвы, за нашу семью, за меня. Это было очень нужно, и это очень чувствовалось, правда. В то воскресенье вечером на служении, в вечернем, было слово, что молитва – это сила, молитва – это величие. На самом деле так. Я эту силу прочувствовала на себе. Я благодарю Бога за наших братьев, служителей, пастырей, которые приходили к моему сыну в реанимацию, ко мне в реанимацию. Просто слава Богу за все. И вы уже с этого места слышали кратко. Мой муж, Саша, свидетельствовал. Но я не хочу остаться должной перед Богом, потому что, когда я лежала в реанимации, я говорила, Господи, если я выйду сюда, я буду свидетельствовать, я буду говорить о Божьей милости. Как ты провел, и что ты сделал в моей жизни. В октябре месяце мы были семьей на праздники церкви в деревне. И так интересно получилось, были Сашины родители, ну и наши родители, мои родители. И было слово и им, и нам, что отдельно, что нужно будут молитвы семьи, нужно будет объединиться с семьей и стоять в проломе. В ноябре месяце я родила прекрасного мальчика Пашку. Замечательный, чудесный сын, здоровенький. Но на пятые сутки у нас случились, ему стало плохо, у нас случились судороги. Неизвестно из-за чего, откуда они появились. Его забрали сразу в реанимацию. И знаете, ну мне как маме, тем более впервые я с таким столкнулась, было очень сложно. Я плакала, молилась, мы молились, его забрали, потом перевезли в больницу, у нас в реанимацию лежал. На следующий день его перевезли в Минск, там, но мне не разрешили ехать. Сказали, что маму мы не разрешаем, потому что он будет сейчас у нас на полностью обследовании, и он под кислородом, поэтому нельзя. И через неделю я где-то попала уже к нему, но я не была с ним вместе. Я еще неделю ходила просто к нему на пост. Мне разрешили приходить каждые три часа его кормить, через он нужно было его кормить. И мне по телефону говорили, когда я приехала, то же самое, что говорили, он очень слабый, он не двигается. Плюс, конечно, там его лекарствами много ему давали. Но я когда приехала, его увидела, конечно, таким, и через зонт нужно было кормить, то материнскому сердцу было тяжело. Я пришла, увидела его таким просто недвижимым ребенком. Я пришла первый раз, помню. Я положила руки на его, ножки на его ручки. Я просто стала призвать Бога, призвать его милость на этого дитя, чтобы Господь исцелил его, чтобы возобновил его движения, которые были у него после... Ну, когда он родился, он двигался, все было хорошо, чтобы он все это восстановил, чтобы было без всяких последствий. И через пару дней... Ой, на следующий день я прихожу снова его кормить. Смотрю, я уже внимательно думаю, он должен зашевелиться ручками. У меня такая вера была, что ну будет он шевелить всем, он начнет двигаться. Смотрю, у него пальчики зашевелились, на следующее кормление прихожу, у него ножки стали двигаться. И он с каждым днем все лучше и лучше становился. Он потом не нуждался в кислороде. И просто врачи потом удивляли, мне его потом отдали уже, и врачи удивлялись, говорили, вот как мама приехала, так ребенок пошел на поправку. Я знаю, это, конечно, мама приехала и молилась просто, и родители молились, и семья молилась, и близкие молились. И просто по молитвам Господь ответил. И ребеночку, конечно, как в больницу попадаешь, сразу делают много всяких обследований. И поставили нам при выписке уже много разных диагнозов. Но и сейчас мы вот проходим, нам уже полгода, мы проходим обследование, и у нас ни одно не подтверждается. То, что было написано на УЗИ, там, разные процедуры, что мы делаем, у нас не подтверждается. Просто благодарим Бога, развивается здоровый мальчик. Мы молимся и благословляем его, чтобы и дальше так было. Ну, мы-то уже думали, вот это слово исполнилось, которое нам было в октябре, семья. И тут в понедельник нас, получается, выписали, во вторник попадает у меня муж с Доминикой, с старшей дочкой, у нее пневмония. Сразу же. Они там лежат, лечатся. У меня на 25 марта, декабря, было стояло МРТ, потому что у меня на протяжении почти года болела голова. Ну, ладно бы болела так, ну, голова болит, да болит. Но начала все сильнее, сильнее я была беременная, и никаких сильных обследований нельзя, и сказали сделать МРТ. У меня начала немевать часть лица, начала рука немевать все такими приступами. И вот записалась, было место 25 декабря. Я поехала, думаю, ну, съезжу сюда, и потом уже в больницу еще к мужу, к дочке съезжу, завезу там передачку, навещу их. Приехала я туда, сделали обследование, сказали, девушка, подождите, вас не отпускает врач, который делает результат. И меня сразу положили, не отпустили. Я говорю, можно я хотя бы передачку завезу дочке? Нет, нельзя. Мне еще не объясняли, что, как. Сказали, вас положим в больницу, вас тут так, аневризма, мне в прямом покое говорят, вас аневризма. Вас возьмут в больницу, так на обследование посмотрят и, возможно, домой отправят. Я пролежала ночь там, потом на следующий день меня положили в реанимацию. И знаете, они ничего не говорили, не рассказывали, что да как. Но в реанимацию положили, и они мне не говорили, что да как. И знаете, я лежала, там одна лежала, получается. И не было с кем бы общаться, но, слава Богу, там работают сестры с нашей церкви. И она была у меня в общении, была со мной рядышком. Слава Богу за это, что есть у нас сестры такие. И Господь поддерживал очень, даже там я молилась. Я просила, чтобы... Они мне не рассказывали всей ситуации, как и что. Но я молилась, и Господь... Просто я просыпалась, например, и у меня в памяти сразу стих Псалом 120. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И вот эти все стихи Господь просто давал на память. Просто, слава Богу, за Слово Его, которое мы читаем, которое нас вдохновляет, поддерживает. Извиняюсь, можно чуть-чуть? И меня все оттягивали. Оттягивали мою переезд в Минск. Все говорили там. На 29 декабря нет, потом на 2-го нет, на 3-го. Все-таки перевезли меня в Минск. И мне там уже рассказали всю сущность моей, конечно, аневризм. Рассказали, как, что. Сказали, что я-то думала, что через пах только, возможно. Потому что мне сказали, чисто через пах вам зайдут, ее и клипируют. Но совсем было не так. Через пах зашли, они посмотрели состояние. Им нужно было узнать, посмотреть, где взять. Можно было пересадку, нужно было сделать сосуды одного и поставить в то место, где будут удалять. Они мне это сделали. И вот в четверг у меня был самый такой день, когда я просто, наверное, сдалась. Я сдалась, я просто говорила в один вечер. Мне сказали, пришли, говорят, ну что, будем. Я понимала, что операция мне предстоит такая. Ну, я готовилась. Я уже знала, что мне придется подстричься, наверное, или как-то, знаете. Там, может, часть какую-то уберут волос. Но когда мне пришли, уже сказали, ну что, все, вас уже будем, пошлите, будут полностью вас стричь. Вот тогда, конечно, у меня паника какая-то поднялась. Я плакала, я позвонила маме, я говорю, мама, все, я уже сдаюсь, я ничего не хочу. Вот это единственный раз, когда было, я сдалась. Но потом я с ней поговорила, я потом положила трубочку. Мне так стыдно стало. Мне так стыдно стало за свои слова такие. Я просила Бога, Господи, прости, пожалуйста. Ты до сего места хранил меня. Я с этой гигантской аневризмой ходила, с этой бомбой в голове, как врачи говорили. Ты меня хранил до сего момента. Но я так просто не сдамся. Ну, меня подстригли, конечно же. Слава Богу за наших служителей. Иосиф Степанович, он звонил, настолько поддерживал. Каждый день, вот когда меня перевезли в Минск, и он вот в тот момент позвонил, когда я пришла уже со стрижки, он так меня поддержал, он помолился. И мне настолько мир пришел в сердце. Ночью они говорят, вот вам таблеточка, чтобы лучше спали. Я, слава Богу, без этих таблеток спала. Хорошо, у меня такой крепкий сон был. И на следующий день, вот день операции, а еще в четверг, я когда увидела, что в молодежной группе расписали всю ночь молитвы за нашу ситуацию, это настолько поддержало. Спасибо молодежи, что не остались равнодушными. Это настолько было поддержкой такой. И настал день пятницы, приехали родители, брат, муж. И вот там нам рассказали, мне так не говорили вообще всю сущность моей картины в голове, но вот там мне все рассказали. Сказали, что предстоит 2-3 операции, возможно, что надо будет достать кость с головы, с черепа эту, ее заморозить, и на 2-3 месяца, через 2-3 месяца ее нужно будет вставить обратно. Но это для меня очень шокировало. Там, наверное, всех шокировало. И мы потом вышли в коридоре, сидели все вместе, потом помолились. И такая молитва, я не знаю, я продзилась, я вроде бы в простоте обычно, но так тепло от нее стало. Я такая вообще, ну, переживаю, переживательный человек. Но мне, я такого Божьего присутствия, наверное, никогда не переживала, как тогда в операционном этом блоке, когда меня положили. Я настолько бога чувствовала, я не знаю, как вам передать вот это все. Настолько близок он был ко мне. Я молилась, я богословляла руки врачей, мне одели кислород дышать. Я вот последнее, что помню, перед операцией, как подходит уже врач, говорит, ну, там, или кто-то из медсестер, не знаю, говорят, что вы там шепчете, что вы нам говорите? Я говорю, я молюсь, я благословляю руки врачей, чтобы Бог благословил вас, чтобы все прошло бы хорошо. Она говорит, да, пускай так и будет. Ну, и все, я больше ничего не помню. Проснула себя через 7 часов, и они все начали бегать около меня. Руки проверять, ноги проверять, память проверяют. Я так проснулась. У меня так удивительно просто было, что они так все около меня, просто между собой они там говорили, что этой девочке, наверное, не получится, будет какой-то исход нехороший. Но что врачи говорят? Это врачи говорят, ну, не Бог. Перед операцией мне было слово, что я буду делать свои повороты. И Господь делал. Я первым делом, как только очнулась, я был около меня врач, который делал операцию. Я у него спрашиваю, говорю, что с моей косточкой этой? Потому что я этого так боялась. Я не хотела пережить снова эти больницы, эти операции. И он говорит, не переживай, у нас пошло все не так. У тебя отек оказался не сильно большой, и мы тебе обратно поставили эту косточку. Говорит, не надо, не требую, не будет требоваться еще операции. Я просто там воздвиговала, в этой реанимации. Просто видела, как Господь отвечает на наши молитвы. На пятые сутки меня перевели уже в палату. Там была женщина, у нее была опухоль небольшая, у нее попроще операция была. И вот попроще операция была, и она ее парализовала правую сторону. Знаете, когда лежу я, но я еще не вставала тогда, но, слава Богу, у меня все двигалось. Когда лежала я и видела ее, я просто благодарила Господа, что это Бог мне просто показал, что могло быть со мной. Они мне такие там ставили прогнозы врачи. И приходят еще так врачи, и так говорят, видишь, говорит, это женщина, у нее операция была намного проще, чем у тебя. Говорит, и какой исход? Говорит, у тебя такая сложная операция, и у тебя так все идеально. Говорит, это впервые в нашей истории, что настолько сложно все было, тяжело. Говорит, и ты живая, ты с ногами, с руками, речь у тебя, память, у тебя, говорит, все хорошо. Это очень укрепляло, очень укрепляло. Конечно, за эту женщину, она немножечко ко мне сначала была насторожена как-то, она поняла, что я христианка, верующая. Но потом в разговорах мы начали с ней общаться, мы настолько с ней сдружились. Я благодарна Богу, что я была именно в этой палате с ней, я могла ей было послужить. Я могла, когда встала на свои ноги, я могла ее послужить где-то, помочь, то позвать, то подать ей что-то. И она видела эту любовь, как я потом, конечно, видела через людей всех, которые проявляли заботу ко мне. И когда я лежала в больнице, и после, дома, просто я видела Божью любовь через людей. Это очень сильно вдохновляло, это очень сильно укрепляло. Еще был такой момент, когда меня повели на УЗИ, надо было висок мой проверить. У меня из виска брали этот сосуд, и нужно было проверить, как там циркулирует кровь. И меня повезли, смотрят и молчат. Одна, вторая говорит, ну, говорит, позови мне старшую. Ту старшую позвали, а та пришла, она говорит, молчат и между собой. А мне уже страшно стало, думаю, ну все, наверное, что-то не так. А оказалось, она говорит еще, ну смотри, как циркулирует. И они все, меня отправили, ничего толком мне не сказали, но потом в конце, говорит, уже начали они восхищаться. Просто говорит, это какая сложная операция была, и как у тебя все идеально, как будто бы тут ничего и нету, что так ровненько все, и циркулирует хорошо, как будто бы вмешательств нет. Я знаю, что это только Господь взял руки врачей, и Он мог так сделать. Он мог все сделать лучшим образом. И я благодарю Бога за то, что были такие моменты, конечно, когда очень сложно было. Потом выписалась домой, и враг подходил очень сильно, какие-то мыслины поступали, ненужные, то какое-то то сомнение, то какое-то огорчение, или что-то подходило. И был один служитель. Он епископ из России. Просто я благодарю Бога, как важно быть чутким к Духу Святому, чтобы в нужный момент было позвонить мне. И Он меня настолько поддерживал. В каждый момент. Я ходила к врачу. Нужно было после родов сделать обследование к гинекологу по УЗИ. И она на меня смотрит, говорит, а как ты вообще оказалась здесь, и ты живая? Говорит, ты еще пришла, говорит, ты с такой операцией пришла к нам на своих ногах. Ну, а у меня было кесарево. Я, конечно, когда меня прокесарили, первый раз, у меня первая беременность кесарево, я тогда очень сильно возмутилась. Ну, как возмутилась? Мне не хотелось самой родить. Но я теперь понимаю, что Господь, Он знает наперед все. Он знает наперед, что через три года вот у меня будет такая ситуация, что... потому что мне говорили, если бы ты рожала сама в Минске, когда узнавали, говорили, если бы ты рожала сама, говорит, тебя бы не было бы здесь, говорит, ты бы не пришла бы к нам, тебя бы не привезли, говорит, был бы плачевный исход. И этот гинеколог говорит мне, ты понимаешь, ну, как тебе Бог... Она не... православный человек, она мне говорит, ты понимаешь, как Бог тебя любит. Сходи, деточка, в церковь. А я еще тогда в церковь, ну, не ходила, по состоянию здоровья. Ну, Господь... Я говорю, да, я только жду, не дождусь момента, когда я приду наконец в церковь, буду с народом Божиим, смогу засвидетельствовать. И наконец-то этот день настал, когда я смогла засвидетельствовать вам о милости Божьей, о славе Божьей в моей жизни. Знаете, как есть песня с такими словами, я знаю, Бог не ошибается, я знаю, Он творит, что нужно, что им сегодня допускается, ко благу завтра мне послужат. Слава Богу!